это время. То есть настолько рост популярности идет в Польше, поэтому я даю вам слово. Спасибо. Вы еще дали право показать экран, чтобы она могла показать. Вы пока расскажите, я попробую сейчас вам включить. Мы вас приветствуем, во-первых, из города Познань. Город Познань – это столица Великопольского воеводства, это западная часть Польши, она характеризуется близостью к Западной Европе, к Германии, а с нашего вуза в течение трех часов можно доехать до Берлина. И, соответственно, благодаря этому исторически, благодаря торговле Западной Европы, благодаря бизнесовым связям этот город очень хорошо развит, этот город приятен и притягивает инвестиции, это бизнесовый город. Познань – это не туристический город, как Крако, Варшава или Гданск. Этот город прежде всего для бизнеса, для поиска перспектив, поэтому если студент нацелен искать работу во время обучения либо же после обучения, то Познань для него будет отличным вариантом, потому что в Познане самый низкий уровень безработицы в стране, и здесь легко можно найти подработку. Кроме того, это очень комфортный город, здесь хорошие дороги, здесь хорошо сорганизован общественный транспорт, поэтому Познань, конечно, отличный выбор для студентов. Здесь 28 высших учебных заведений, 20 из которых – это частные высшие школы, в том числе наш вуз, это Коллегиум да Винчи. Наш вуз – один из первых частных вузов в стране, нам 25 лет, в этом году мы празднуем свой такой мини-юбилей, и прежде всего наш вуз характеризуется практичным подходом к занятиям, то есть у нас нет сухой такой академической теории, вернее, да, теория есть, потому что в теории тоже нельзя, но в том числе есть и практическая часть, на которую больше акцент – это 70-80% занятий. Также модульная система обучения. Модульная система обучения – что это значит? Это возможность себе подбирать модули, как это выглядит. Студент, когда приходит в наш вуз, он не выбирает себе специализацию, только выбирает себе факультет, и на факультете он знакомится со специальностью в течение первого года, с ним мы знакомимся мы, у нас очень хорошо развит тьюторинг, по примеру тоже западных вузов, с каждого студента будет свой тьютор, тьюторинг как индивидуальный, так и групповой. Тьюторы помогают определиться с талантами, предрасположенностями студента, и уже после первого курса студент, уже имея представление о той профессии, которую он выбрал, поработав с тьютором, выбирает себе путь развития, либо же какую-то узкую специализацию в этой профессии, либо же пойти междисциплинарным путем и выбрать себе, допустим, какие-то предметы из других факультетов. То есть вот такой вот инновационный подход, это по примеру скандинавских стран, США, Голландии, мы создали вот такую модель обучения. Также наш вуз является участником международной программы обмена Erasmus+, есть возможность выехать в европейские вузы, обучаться от трех месяцев до года, при этом получать стипендию в около 600 евро в месяц, и на период обучения за границей студент освобождается от оплаты за обучение в нашем вузе. Также наш вуз, чем характеризуется, очень клевая и развитая инфраструктура, потому что большинство вузов частных в Польше не имеют вообще своих даже зданий, они арендуют несколько этажей каких-то бизнес-центров, например. Наш вуз, здание нашего вуза было построено нашими инвесторами под потребности университета, то есть аудитории, все пространства продуманы под потребности студентов, а также под потребности преподавателей. Ну и я бы хотела вам показать, как выглядит, я попрошу Юля, чтобы ты показала видео о том, как выглядит наш вуз. Юль, и включи, пожалуйста, звук. Не слышно видео, если бы ты подкрутила звук. Не слышно, Юль. А включи микрофон, пожалуйста. Микрофон включен. А на самом Ютубе? На самом Ютубе тоже. Обращайтесь. У нас есть несколько десятков аудиторий, в которых могут поместиться сто и более человек. В коллегиум да Винчи еще есть аула артис. Как вы видите, это концертно-театральный зал, в котором могут поместиться пятьсот человек. здесь мы также заботимся о физическом состоянии. В университете у всех студентов есть доступ к спинному залу, тренажерному залу, кортов да сквозь. Переходим в библиотеку к коллегам да Винчи. Здесь вы найдете всю необходимую литературу, художественную литературу, техническую литературу. Мы постоянно обширяем наш канал. Специальные студенческие зоны, в которых могут находиться самостоятельная работа. В этих комнатах есть специальное оборудование, компьютеры, где можно комфортно подготовиться перед проектом. 14 компьютерных классов оснащены 360 современных компьютерных классов. У нас также есть специальный зал для компьютерных игр, в которых вы увидите современные новейшие консоли, Apple Book'и, планшеты. Немного о творчестве. Видите, сейчас графические залы. В УЗИ часто проходят выставки наших студентов и иногда преподавателей. Переходим с вами в кафедрию. Здесь можно здорово покушать, недорого. Широкий выбор блюд, напитков. Видите, что здание коллегиум да Винчи адаптировано для всех студентов, даже для тех, которые, к сожалению, вынуждены пользоваться техникой для передвижения. Мы закончим первую часть. Рады были вам показать нашу техническую часть университета. Спасибо, Юля. И если можно, пожалуйста, следующий слайд. Да, вот так выглядит наш ВУЗ. по поводу зала для компьютерных игр, сказала Юля, я бы хотела сакцентировать, что не имеется в виду, что можно там играть, имеется в виду, что у нас на IT есть специализация проектирования, проектирования, программирования компьютерных игр, и это зал как раз для студентов, которые обучаются на этом факультете. также мы очень тесно сотрудничаем с бизнесом. У коллеги Мда Винчи более чем 100 фирм-партнеров в разных отраслях. Что нам дает сотрудничество с бизнесом? Прежде всего, мы хорошо анализируем рынок труда, потребности, работодателей, и благодаря этому мы формируем затребованные специальности, затребованные керунки, факультеты, то есть, по-русски, и на этих факультетах только актуальные знания, 70% как я вам говорила и более практических занятий преподаются, преподают у нас представители бизнеса, топ-менеджеры своих компаний, да, то есть, это лучшее в своей сфере приходит к нам преподавать. Также мы организуем совместные конференции, вебинары, мастер-классы с этими партнерами, они предоставляют нам свои базы, студии. Если говорить также о контакте с преподавателями и практиками, это прежде всего бизнес-контакты для наших студентов. По поводу специализации, смотрите, у нас в УЗе можно учиться как на английском языке, так и на польском языке. На польском языке есть бакалавриат и магистратура, перечень специализаций вы видите, то есть, у нас есть два отделения, это отделение социальных наук и отделение компьютерных наук, значит, есть креативный менеджмент, что такое менеджмент, это управление, да, прежде всего, все об этом знают, интернет, маркетинг тоже не нуждаются в представлении, так же, как и графический дизайн, информатика, это IT, это программирование, креативная продукция видео, это прежде всего создание креативных роликов рекламных, да, направленных на маркетинг, IT project management, project manager, это люди из мира IT, которые управленцы, руководители проектов, которые соединяют, как бы, заказчика и самого разработчика, data science, это хранение, это сбор, прежде всего, хранение и анализ данных, не путать с big data, потому что big data, это часть только data science, да, это с большими объемами работы, data science, это прежде всего, это также программирование алгоритмов, искусств, создание алгоритмов искусственного интеллекта, это такая специализация будущего, на которой очень много математики, к этому нужно быть готовым, средняя, в целом стоимость обучения в нашем Бузе от 1200 евро до 2200 евро, очень мелко, шрифт неплохо видно, поэтому так присматриваясь, прошу прощения, на магистратуре, это креативный менеджмент и интернет-маркетинг, также вам видно на слайде стоимость от и до, потому что очень мелко мне не видно, но я с телефона, поэтому вам, если вы с компьютера, лучше видно. Относительно длительности обучения, бакалавриат, это три года, либо же три с половиной для инженерной специальности, например, IT, магистратура, это два года, но и также у нас есть обучение на английском языке, за рекрутацию на англоязычные факультеты отвечает Юля, поэтому я бы хотела придать ей слово, она лучше расскажет о своих факультетах. Окей, благодарю. Буквально пару слов Information Technology это информатика, это информатика, в которой вы найдете огромные информатики самой, то есть не будет дополнительных множеств старых языков программирования или огромного объема физики, которых позже не пригодится. Вы программируете, вы разрабатываете веб-мобильные приложения, вы отвечаете полностью за администрацию компьютера и сетей, или же вы выбираете направление, которое связано с программированием игр и интерактивных медиа, которое доступно только на польском языке. Вот последняя специализация, связанная с программированием игр, она только для польскоязычных ребят. И последнее направление, Urban Management, направление, которое создано с Breda University of Applied Science, и, следовательно, у нас есть мобильный состав наших преподавателей, то есть половина будет из Польши. Это направление, которое основывается на Smart Cities, на Intelligent Cities, на умных городах, то есть это полностью грамотное планирование и развитие современных городов и мегаполитов. Стоимость обучения на англоязычные программы от 2880 евро за информатику в год до 3000 евро за Urban Management в год, но, как вы поняли, совершенно несопоставима стоимость, например, обучения в Нидерландах и в Польше, соответственно, здесь огромным бонусом получите более дешевую страну в плане проживания и более приемлемую стоимость за программу обучения. И, собственно, то, на чем хотелось бы сакцентировать, мы продумываем наши программы, программы, созданные с бизнес-партнером, и, следовательно, большая часть наших программ получает награды образования будущего. Это подтверждение уровня качества, это так называемая наша и наш рейтинг, потому что студенты получают не только академические знания, они получают большинство знаний практического аспекта, которые позже им поможут для трудоустройства. По требованиям поступления буквально пару слов. Самое важное, неважно вы будете поступать на польскоязычные программы или англоязычные программы, необходимо будет подтверждение польского или английского в зависимости от выбора уровень B1 intermediate. Для польского языка нужно будет пройти онлайн-собеседование, для английского языка может быть или же собеседование от университета внутреннее бесплатное, или же можете предоставить интернациональный сертификат, международный принятый. И, собственно, средний балл-атестат на поступление. Все, что вы можете показать, вы покажете уже после того, как станете студентом, и, возможно, это будет приятный сюрприз, насколько будете стараться, так хорошо будет у вас все и получаться. Но важно помнить о том, что большая часть экзаменов засчитывается в форме проектов, то есть вы не только будете понимать теорию, но вы будете понимать, как вы принимаете, применяете, и в каких аспектах нужно применять эту теорию. Для графиков, для графического дизайна нужно будет пройти дополнительное собеседование и показать свои работы. Часто вопрос интересует, где проживают студенты. Видите, серое здание, находится оно прямо напротив университета. Мы с Катей с окошка его видим. Для этого, Дима будет зарегистрироваться, месячная стоимость начинается от 220 евро. Не могу сказать, что это самая дешевая стоимость по нашей познании, но вы забронировав номер по Ланеде вы больше ни за что не платите. Вам не дадут счета по электроэнергии, газу, воде и так далее. То есть, эта стоимость включает интернет-услуги, полностью все. И плюс это огромный комплекс, в котором есть тренажерный зал, в котором есть прачечная, в котором есть Wi-Fi. В каждой комнате есть санузел, потому что в прошлом это был отель. Соответственно, уровень и стандарт большой. Плюс к этому вы находитесь близко к продовольственным большим магазинам типа Lidl. Вы находитесь в 10 минутах от нашего университета. И здесь более-менее хотели бы представить заработок, минимальный заработок в Польше. Ставка за час стартует от 18 до 30 злотых, что равно где-то там 4 евро за час. Это самый минимальный заработок. И люди до 26, если они зарабатывают эти 4 евро в час, то они освобождены от налога. Соответственно, вы можете себе представить, чем больше часов вы можете взять, она 3 плюс 2 позволяет вам как минимум 3 раза в неделю работать, кроме того, что вы учитесь, то, что у вас остаются выходные, плюс еще 2 рабочих дня, в которых вы не ходите в университет, то, что мы настолько сжали свою программу, то есть вы не теряете посылов, просто мы постарались так объединить, чтобы у вас не было, что вы приходите на одно занятие в один день, на второе занятие в другой день, чтобы вы могли распланировать, поэтому вы можете полностью целый день находиться на занятиях. И так приблизительно уровень прожиточного минимума студента, питание взяли от самого минимума, которое слышали от наших студентов, понятное дело, здесь под каждый кошелек и под каждые требования. Я благодарю за внимание и хотела бы уточнить, есть ли к нам какие-то вопросы и можем на какие-то вопросы вам ответить. И вначале покажу, что вы видели хотя бы фотографии нашего города. Слушаю вас. Спасибо большое за такую классную презентацию. Скажите, а что потом? Вот закончил человек у вас учебное заведение, может ли он остаться работать, не может остаться работать? Как вот помогает найти работу или нет? Катерина, хочешь? Да, могу отвечать. Ты переключаешься или нет? Остаешься на вопросы? Хорошо. У нас есть центр практики и центр бюро карьер. Это два отдела в нашем вузе, то есть целые отделы, которые занимаются поиском мест прохождения практики наших студентов. Не очень это сложная задача, учитывая то количество сферен, с которыми мы сотрудничаем. Мы вместе с ними создаем факультеты, то есть по сути мы консультируемся с работодателями, когда мы создаем программу обучения. Поэтому абсолютно естественным является, что потом работодатели приглашают наших студентов на практике. Например, Юля говорила о своем прекрасном факультете Urban Management. На этом факультете у нас преподает мэр города Познань. Это единственный вуз, в котором он преподает. И у нас есть несколько студентов, которые проходили практику в офисе, в Польше это называется президент места, то есть у нас принято говорить мэр. То есть в офисе президента человек, алло, слышно меня? Наши студенты проходили практики. Поэтому ну да, есть возможность поиска практики с помощью вуза, но как правило наши студенты имея эту базу практических знаний, они уже работают до конца третьего курса и чаще всего засчитывают практику на основании своего же на своем рабочем месте, там, где они постоянно работают. Что касается бюро карьер, да, у нас есть также и место, где можно прийти и тебе помогут ты составить резюме и сделают симуляцию интервью о работе, то есть о собеседовании, да, то есть помогут студенту даже психологически подготовиться. Также в бюро карьер регулярно от наших партнеров попадают информация о вакансиях в фирмах, с которыми мы сотрудничаем. кроме того, наша модель обучения предусматривает то, что по окончанию каждого модуля студенты формируют свое портфолио, то есть каждый модуль оканчивается какой-то проектной работой, каким-то сертификатом, допустим, и он это все умещает в свое электронное портфолио, и к этим электронным портфолио есть доступ с разрешения студента у всех работодателей, с которыми мы сотрудничаем, у всех наших фирм-партнеров, поэтому студенты могут пригласить на работу, если же студент не хочет подрабатывать во время обучения, то по окончанию нашего вуза у него есть как диплом, так и портфолио из его работ, то есть он может показать это своему будущему работодателю, это, естественно, сокращает дистанцию между нашими выпускниками и работодателем, поэтому согласно Министерству образования по статистике нашего студента поиск работы у наших выпускников составляет один месяц в среднем. Я понял. А как юридически там надо виз на жительство оформлять, визу получать, вот закончил человек, как это вот он получает это. Сколько ему времени дается на поиск работы, год, если не найдет, должен уехать, так вот это работает. Как правило, наши студенты приезжают к нам учиться на основании студенческой визы, если мы говорим о студентах из Украины, из Белоруссии, они чаще всего часто ездят домой, поэтому себе делают визы, но однако вот у нас есть сейчас студентка, которая помогает нам в рекрутации, она закончила у нас бакалавриат, она сама из Украины, она закончила бакалавриат, получила степень бакалавра, сейчас поступила на магистратуру, подрабатывает у нас на бакофисе, и она, допустим, подалась сейчас на вид на жительство, и она планирует здесь остаться, в Польше, то есть можно податься на карту побытную, можно податься как студенту, можно податься так и работаешь, когда уже, относительно того, сколько времени по окончанию как бы вуза на подачу карты, на документов на карту побытную, то, ну, желает, конечно, как бы человек может подать на карту побытную в последний день как бы своей визы, то есть его побыт в стране должен быть легальный, то есть если, допустим, человеку выдана виза, она уже заканчивается, то человек просто должен подать документы на карту побытную и обосновать, почему он хочет получить здесь вид на жительство временный, а основанием может быть либо же работа, либо же продолжать обучение, если он является студентом и хочет продолжать обучение, либо же, возможно, к этому времени кто-то женится, выходит замуж, и это будет воссоединение с семьей, тут уже разные ситуации. Понятно. Ну, то есть реально получить эту визу, да, рабочую, потом остаться. То есть большинство получает. Ну, очень много, во-первых, ну, вообще в целом в Познании очень много живет иммигрантов, да, и также много людей приезжают сюда просто работать из Украины, из Белоруссии, чуть меньше процента из России, но, тем не менее, также есть Казахстан, Узбекистан, да, то есть из разных стран, и все они благополучно слегализируют свое пребывание здесь, и есть, конечно же, возможность, если ты легально работаешь, у тебя есть официальный договор, то ты можешь податься на бит на жительство. И тут вот просто хотим вопрос задать еще, вот участники спрашивают, а какой рейтинг университета вашего? Есть вообще система рейтингов в Польше? Как вот понять? Вот я сам знаю, часто ко мне родители приходят, говорят, хотим самый высокорейтинговый, я там долго объясняю, что, как это работает, но вот все равно вопрос прозвучал, как вы, вот, у меня по рейтингу занимает. Отлично, что вы задали этот вопрос, да, потому что существует множество рейтингов, и очень часто можно столкнуться с такой ситуацией, что один ВУЗ в одном рейтинге есть, в другом его нет, и возникает вопрос, почему какой-то рейтинг признал его, вау, супер, отлично, на первом месте, а какой-то рейтинг признал, ну, что вообще не достоин найти в этом рейтинге. Ситуация заключается в том, что, например, в некоторые рейтинги, чтобы подать, чтобы попасть в этот рейтинг, вообще ВУЗ должен подать документы, да, на это, то есть ВУЗ собирает о себе информацию и подает ее. Принципиальной позицией нашего ректора и нашего заженого является то, что мы не участвуем в рейтингах, мы, для нас показателем является то, что когда вот в нашем городе, например, есть отличный знаменитый университет, который во всех рейтингах всегда находится в топ-5, так вот ребята по окончанию бакалавра приходят к нам на магистратуру, потому что их друзья учились у нас на бакалавриате, они знают, как учиться у нас и как учиться в этом суперпрестижном ВУЗе, и они просто на магистратуру не остаются там, а приходят к нам. И для нас является это показателем, когда из рейтинговых ВУЗов приходят к нам, мы просто принципиально не участвуем в рейтингах, потому что там, допустим, иногда рейтинг это просто количество, например, академического состава преподавателей. Наш ВУЗ это практики преподавателей, да, у нас есть также, да, профессорат, который преподает теорию, но у нас большинство это практики, и мы не хотим, чтобы нашим студентам преподавали по старым книжкам, по старой программе, мы создаем актуальную программу, чтобы создавать ее актуально, это должны быть практики, у нас немножко другой подход, поэтому мы не участвуем, не подаемся в рейтингах. И давайте быстрый вопрос, вот есть ли у вас психология, спрашивают на ютубе, и есть ли у вас, кто смотрит нас, есть ли у вас магистратура по математике? Нет, у нас нет магистратуры по математике, у нас магистратура только креативный менеджмент, интернет-маркетинг, поэтому нет у нас по математике, что касается психологии, то тоже, смотрите, вообще в нашем ВУЗе много уделяется вообще психология во всех, да, практически в направлениях, в социальных науках имеется в виду, но конкретно психологии у нас нет, у нас планируется психология в бизнесе в будущем году, но пока это еще на этапе аккредитации, да, потому что наш ВУЗ проходит государственную аккредитацию, каждый факультет, поэтому пока это еще, скажем так, в проекте. У нас был консалтинг и коучинг, в котором была специализация психология в бизнесе, а сейчас мы хотим взять психологию в бизнесе целый факультет. Хорошо, все, спасибо большое, буду перебивать уже следующему спикеру. Спасибо, Бирюш, да. Спасибо.